Саровский музей военно-морской славы Сергей Михайлович, самый первый вопрос. Вы уже решили, на что потратите средства, полученные в рамках грантовой программы? Да, конечно. Этот вопрос для нас не вызывал каких-то сомнений или споров, потому что этот вопрос был решен еще даже за много лет назад. Почему? Потому что наш музей был открыт в первые 25 апреля 2011 года, то есть практически в этом году мы отметили восьмилетие, то есть уже пошел девятый год, как мы активно работаем в нашем городе. Музей создавался тогда практически на нулевой основе, то есть не было ни стендов, не было ни вертикали, ни мало было информации. И мы создавали, исходя из того материала, который у нас был, практически подручного материала. И вот эти 200 тысяч, которые нам выделили именно для реконструкции музея экспонатов, они будут потрачены на замену стендового материала. Потому что, я говорю, мы располагаемся на старых партах, столах, но к нам приезжает так много людей, они смотрят, и мне лично в это не очень приятно. Ну а так, музей, вы знаете, у нас очень большой, но с точки зрения экспозиции он составляет больше 30 экспозиций, в которые входят больше 140 уже стендов. И на них мы показываем как раз свою историю, связываясь с военно-морской флотом, с нашим городом, с нашим объектом. И начиная с 2015 года, мы давно уже известны, далеко за пределами нашего города. Сергей Михайлович, а на какие блоки, условно говоря, можно поделить наш музей? То есть, понятно, основная часть посвящена Федору Федоровичу Ушакову. Это реконструкция его мундиры, единственная в мире, и масса других вещей, которых нигде, наверное, кроме нашего музея, больше не встретишь. Что есть еще? Ну, я бы не сказал, что, наверное, что большая экспозиция занимает Федор Ушаков. Мы, даже не Федор Ушаков, мы говорим, что у нас эта экспозиция называется «Город Ушаков». То есть, мы показываем связь именно города наши, потому что, я понимаю, что многие у нас вообще путают, даже наши гости иногда приезжают и говорят, что у вас музей Ушакова. У нас не музей Ушаков, у нас Саровский музей военно-морской славы. И мы рассказываем о событиях, фактах, которые связаны именно с нашей территорией, городом, Федерального центра, людьми, историей. И так как она очень многообразная, она очень глубокая, мы даже порой сами не знаем, какими носителями, какой информацией мы являемся здесь, наши жители. Это просто уникальный город. Почему у нас и не заканчивается? То есть, мы всегда идем вперед и никак не можем остановиться. То есть, нам надо встать, осмотреться, оглянуться назад, но мы не можем сделать, потому что информация, события, они просто перерастают, перерастают. И тем самым у нас остаются новые стенды. И поэтому наиболее известна и привлекаемая эта экспозиция по городу Ушаков. Вторая называется подводная лодка Саров. То есть, она тоже очень активна. А все остальные, они такие уже, с минимальным набором предметов и информации. Это связано уже с надводным, подводным флотом, морской авиацией, адмиралов. Вот сейчас остается, допустим, уникальный стенд, это новая земля. Да, мы много говорим, как бы даже внутри себя, здесь, в нашем городе, между собой, что мы связаны с историей новой земли. На нашем стенде мы будем реально показывать, именно как связаны наши люди, история новой земли с историей военно-морского флота. В том числе, допустим, мы только недавно создали практически уже готовый стенд по истории, биографии уникального человека с точки зрения советской эпохи военно-морского флота. Это Николая Герасимовича Кузнецова, то есть, героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза, которого мы в Сарове называем именно советский Ушаков. То есть, человек, который очень много сделал для флота. Всю жизнь ему практически отдал с ее наше до своей смерти. Но, тем не менее, не всегда был обласкан. Ну, то есть, очень много терпелых, к сожалению, унижений и моральных, и физических, и даже был осужден. Но, тем не менее, остался предан флоту навсегда. И очень много сделал для его именно и победы, и развития, и мощи. То есть, флота, которому и гордится. А имя Ушакова тоже пытались очернить? У него были завистники? Да, конечно. То есть, это в истории известно. Ведь, поймите правильно, что после его смерти мы всегда в нашей стране, наверное, помним даже не Ушакова, а всех остальных, кто после него был. Это Корниров, допустим, Нахимов, о котором всегда очень много говорят. Но при этом, если, допустим, слонить биографию любого нашего моряка и Федора Ушакова, включая его историческую роль, его победы на море, то ни один из них в ряд Ушаковым поставить нельзя. Просто нельзя. Потому что это просто выдающийся человек, который даже в свою эпоху был уже помазанником Божьим. Почему? Потому что за 46 лет своей службы на флоте он не имел ни одного ранения, не потерял ни одного корабля, ни одного матроса плененым, при этом одержал, был участником 40 военных компаний. Одержал очень много крупных побед, при этом всегда имея не преимущество, а менее малое количество кораблей и огневой мощи своего флота, который использовался. И таких в истории нет. И вы знаете, когда ордена Ушакова и имена Ушакова были видны во время Великой Отечественной войны, 3 марта 44-го года, то в принципе ордена так и звучали. То есть, о том, что они будут награждены в руководящий состав военно-морского флота, которые создали или проявляли военно-морские операции с наименьшим количеством кораблей или живой силой и одержали победу над происходящими силами противников. За мастерство? И за мастерство. Нет, конечно, мастерство — это талант человека. Ну и надо сказать, что Ушаков, мы вообще должны гордиться Ушаковым, что у нас был такой человек. И так как на самом деле его не любили за прямоту и честность, он был белой вороной в свое время, да он бы, наверное, сейчас и в наше время был, я не знаю, чтобы у нас особо любили честных и откровенных людей. Они, как правило, как бы нас, наверное, не устраивают своей прямотой, и мы не все, наверное, любим правду о себе, о окружающих, наверное. Но жизнь, она всегда тяжела по-своему. Но тем не менее он жил, работал у него, и вот этот контраст, наверное, когда человек совершает подвиг, совершенно бескорыстный, он же никогда ни от кого ничего не требовал. Ни наград, ни земли, ни крестьян. То есть, хотя он был дворянин и, в общем-то, практически мог претендовать на такие, в общем-то, более глубокие награды, но при этом у него не было даже Андрея Первозванова. То есть, высшая награда нашей Российской империи, хотя многие окружающие в его эпоху и стоящие рядом с ним в это время такие награды имели. — Сергей Михайлович, а у вас в музее есть орден Ушакова? — Да, у нас есть, только реконструкция ордена Ушакова, потому что, вы знаете, вообще орден Ушакова — это очень дорогая сейчас коллекционная вещь. — Ну, видимо, редкая. — Очень редкая, да, нет. — Не часто вручалась. — Да, почему она и дорогая, потому что она очень редкая. Было очень мало награждения, орден Ушакова — первая, вторая степени, и поэтому коллекционеры очень дорожат. У нас, конечно, мы не можем себе позволить такие вещи, но у нас очень хорошее, нам повезло за период создания нашего музея, поддержания вот этих новых стендов, то есть создания новой информации, у нас появилось очень много талантливых друзей, которые тоже делают уникальные вещи. Ну, пример говоря, вот как ордена Ушакова, первая, вторая степень Ушакова, которая у нас есть на стенде. Мало того, что эти такие подобные копии, у нас два экземпляра, и мы возим еще на своего передвижной выставки, их показываем. В Русском историческом музее на Красной площади у нас тоже появились друзья, которые помогли нам сделать копию ордена Януария первой степени, который вообще редчайший орден, и мы его искали 10 лет для того, чтобы потом отразить на модели Федора Ушакова, потому что его тоже никто не видел, и мы добились, ну, такого уникального качества, что если вы рядом поставите настоящий орден, да, и наш, нашу копию, то она ничем не будет отличаться. Сергей Михайлович, ваши коллеги из военно-исторического общества 45-й неоднократно обращались с призывом горожанам приносить вещи, которые, может быть, для них не нужны, но они представляют историческую ценность. Вот в вашей практике бывали случаи, когда люди просто приносили вещи, которые потом становились частью экспозиции. Ну, я бы сказал так, что, наверное, мы на этом и живем. То есть, обычно говорят, что музейные вещи, они сами прилипают, ну, то есть, сами приходят. То есть, они где-то находятся и всегда ждут своего часа. И вот таких у нас, в общем, довольно много случаев, в том числе, допустим, наше вот уникальное, вот сейчас остаются последние три стенды, которые говорили о том, что у нас в городе проживали и живут три уникальные семьи, судьба которых связана с историей и славными страничками нашего легендарного флота. Например, семья Пименовых. Мария Малионовна, она являлась, к сожалению, она сейчас уже умерла, но чья-то племянница Айвазовского, нашего знаменитого художника. Вот видите, который морю посвятил свою свою жизнь. Казалось бы, смотришь на Саров в центре русской равнины. Да, вот и мы сейчас задаем этот стенд, который посвящен будет этой семье, связи с легендарным именем художника, его картины, у нас модели кораблей «Надца Апостола», которые сделали наши же ребята, чьи нашей организации. Значит, вторая фамилия, это Ивановы, который, оказывается, в дед у них воевал на крейсере «Варяг». И вот у нас сейчас появляется новый стенд, который будет отражать эту судьбу вот этой семье, связанная с легендой опять же, в 1944 году с выходом крейсера «Варяка» в открытое сражение с японской эскадрой в одиночном порядке. Ну и буквально совсем недавно, то есть в этом году мы вышли еще, тоже опять же по инициативе наших граждан, вышли на семью Терновских, которых оказалось, что у главы семьи, он является лучатым племянником лейтенанта Арнатова Петра Илларионовича, который служил помощником командира корабля на крейсере «Князь Суворов». То есть это был флагманский корабль нашей второй текенской эскадры, которая шла с Санкт-Петербурга в Владивосток во время русско-японской войны. И вот она как раз и попала в сражение, так называемое. На этом корабле находился, в том числе был погнят флаг вице-адмирала Рождественского, и там находится штаб на этом корабле. И представьте, после шестичасового боя этот корабль перевернулся, и все, кто там был, они все погибли. И вот у нас сейчас мы стоим в стенд, у нас есть фотографии Петра Иларионовича. То есть мы даже вот эти наши поиски по этому кораблю, мы нашли даже еще одну фотографию, где он сфрафирован своими коллегами, моряками, офицерами на борту эскадры «Новая эсминца» в Порт-Арторе, которого этой фотографии даже нет семье. Она неизвестна для семьи. И представьте, вот сейчас мы эту фотографию будем дарить семье, то есть ее потомкам, вот этого легендарного офицера, который также честно и достойно выполнил свой долг вот на данном крейсере. И сейчас мы приготовили же модели этого крейсера, сейчас вот делаем модель «Варяга». То есть, видите, мы не просто как размечаем информацию, мы стараемся, чтобы она была интересна. Она была, ну вот есть информация, которая преподносится, она и соответствовала той эпохе. Ну, примеры говоря. Как только появилась у нас информация о русской и японской войне, вот и начнем создавать эти новостенды, из Хабаровска наши друзья, опять же, видите, наши друзья прислали нам предметы и награды о Японии 1904-1905 годах. То есть, они считали, что они победили в этой боевой схватке и, естественно, они награждали и участников и моряков, и гражданских лиц, и просто сухопутные войска. И у нас представлено три вида таких наград, орденов и медалей. Даже есть чаще саке, металлическая, деревянная, которая является тоже наградной. Именно там написано, что это за достигнутое превосходство в русско-японской войне. Вот так интересно. Какая почетная награда. Как почетная, конечно, награда, они все гордятся. И это, ну, самое главное, что это настоящая вещь, очень натуральная. Ну, то есть, они подлинные, я бы сказал так. Это даже уже не копия. Сергей Михайлович, ну, я думаю, после таких вкусностей стоит еще раз напомнить, где находится музей, как и в какие часы можно прийти, и как напроситься на экскурсию. Ну, на экскурсию можно напроситься элементарно. Это надо просто обратиться к работникам библиотеки Моряковского, дозвониться до них и заказать экскурсию. Потому что, к сожалению, наша организация пока не может там содержать человека, который бы ежедневно находился. И поэтому мы работаем только по приглашению. То есть, когда нас приглашают, мы проводим экскурсию. Либо сами сотрудники библиотеки, особенно отделы криведения, они также с удовольствием проведут экскурсию в нашем музее. Тем более, это постоянно делается. Сергей Михайлович, у любого музея есть две базовые функции. Это просвещение и популяризация. Ну, с просвещением все понятно. Вы не даете под слоем веков померкнуть самым славным страницам нашей истории. Остается популяризация. Вот к чему вы стараетесь привить интерес? Что возродить в памяти? Ну, мы нас же не врождаем. Мы просто рассказываем. Мы побуждаем людей, чтобы они еще раз обратились к истории нашей страны. Я бы сказал, и к истории, наверное, роли человека, роли личности в истории. Потому что мы рассказываем все-таки, как правило, о славных традициях. Конечно, у нас есть и не славные, и это мы тоже упоминаем. Потому что если мы не будем говорить только о том, что у нас все хорошо, это, наверное, тоже неправильно. То есть, достижение, победа, надо говорить и о том, что у нас были и печальные события. Но, тем не менее, еще раз говорю, что основной позыв у нас это помочь людям либо получить информацию об истории, либо побудить их к тому, чтобы они еще раз открыли книгу, открыли страничку в интернете, поискали тот период эпохи развития страны, флота, может быть, даже семьи Романовой, династии, потому что мы очень много говорим именно о роли, в том числе, руководителя нашей страны, то есть, в том числе и роду Романовых. Это, наверное, самое главное. И когда у нас, я даже не помню, допустим, чтобы у нас люди уходили, ну, как бы не проявив какого-то внимания или благодарности нашему музею, то информация, которую они стоят. Как правило, они говорят только наоборот, что жалко, что мало времени им пришлось провести нашему музею. У нас есть книга отзывов и благодарности. Да, у нас уже третий том. У нас не только этот, третий том, который заполняется и вот буквально на днях, вы знаете, вот с первого по пятое число у нас было, здесь проходила 13-я научная школа при Сарфте, международно, когда приезжали участники, в том числе с Украины, Казахстана. И вот один из победителей за отличный доклад, именно представитель казахского НИИ экспериментальной и теоретической физики, который приехал из города Алматы, он как раз посетил нас в музей и был удивлен, что мы в музее рассказываем про Казахстан. Он был просто проражен. Мало того, что мы показали ему настоящие вещи, именно которые его собратья по национальности, то есть казахи, дарили кораблю, который носил имя Федора Ушакова, он сразился даже с красным знаменем комитета ЛКСМ Казахстана, который был подарен этому кораблю. Представьте, то есть это такие реалитетные вещи, которых в Казахстане точно уже нет, давно уже. И он был счастлив, мало того, что он написал целую страницу нам отзыв, притом на казахском языке, и еще написал даже створение. Оно, кстати, у нас по счету уже четвертое. То есть нам до этого посвятило три человека свои створения о нашем музее, притом они написаны были именно в музее. То есть мы, люди вот так воспринимают информацию, так они счастливы, что вот они эти чувства перекладывают в том числе и в поэтические, такое направление, которое нам приятно. Притом, кстати, мы об этом узнаем только через некоторое время, потому что мы не отслеживаем каждую страничку, что мы написали. Сергей Михайлович, мы с вами встречаемся в преддверии славной даты Дня военно-морских сил. Я знаю, что вы не первый год проводите его на выезде, и это тоже не станет исключением. Совсем скоро вы соберетесь и отправитесь куда? В город Кронштадт, да, и в Санкт-Петербург. Но для меня, честно говоря, это уже печально становится традицией. Почему? Потому что я уже третий год не могу встретить этот легендарный день, почетный, конечно, традиционный день военно-морского флота именно на территории нашего города. Потому что мы ведь тоже не просто встречаемся. Это наш прямо семейный праздник, когда мы все собираемся вместе с женами, с детьми, с внуками, одеваемся именно в морскую форму одежды. У нас уже будет здесь, в это воскресенье будет проведен уже пятый автопробег по городу Сарова. И мы вот счастливы, что эту традицию мы зародили. Она сейчас очень активно используется и другими общественными организациями. Это, наверное, правильно. Стараемся показать, что, ребята, вот мы есть, да, мы моряки. И мы делаем только позитив городу, создавая его имидж. А имидж это что? Это как раз вот то, что нас давно уже признали, нашу вот площадку, то есть историческую, общественную, выставочную введительность, она уже признана как точка, ну, наверное, такой высшей категории подачи исторических материалов о флоте и о людях. Поэтому вот уже третий год нас приглашает быть участниками главного морского парада. Для нас это тоже просто, ну, не знаю, это как награда вот с небес, потому что я не знаю ни одной организации, которая была приглашена для участия в главном морском параде в Санкт-Петербурге. А мы уже третий год приглашаемся. Мало того, что мы не просто приглашаемся, мы имеем право выставлять свою выставку в морском кафедральном Никольском соборе в городе Гронштадте. Это красивейший собор. Когда мы были в нем в 16-м году, если бы мне в то время сказали, что буквально через год мы там будем выставляться, я бы, наверное, никому не поверил. Я бы считал, что это такая злая шутка. Ну, вот видите, мы там уже третий год выставляемся. И не просто выставляемся, нас уже там ждут. Ну, я не знаю, как Саров мог покорить такой легендарный город, но нам это удалось сделать. Ну, правда, мы не ставили таких задач, и не ставим сейчас задач таких. Мы продолжаем работать. У нас, кстати говоря, в этом году мы видим еще три дополнительных стенда к нашей выставке, которые еще более детально раскрывают именно и судьбу Федора Шакова и роли некоторых ответственных лиц в его биографии, и в том числе и как святого человека по принесению мощей, и более детально об этом рассказываем и показываем. И вот это наша выставка позволила сделать так, что, допустим, на протяжении этих трех лет мы от трех до четырех раз в год выставляемся в Санкт-Петербурге. Сергей Михайлович, имя нашего города носит субмарина Буки-90, Саров. Я знаю, что вы постоянно поддерживаете контакты с экипажем и портом. Кстати, правильно так говорить применительно к подлодкам? Нет, наверное, да. С городом, наверное, местобазированием. С местом базирования. Расскажите, пожалуйста, или даже напомните, как так получилось, что Буки-90 была названа Саров, и что это вообще за подлодка? Ну, это вообще история, она очень даже, наверное, раньше была покрыта, ну, семи печатями, просто никто не имел права об этом говорить и называть. Ну, в настоящее время мы уже открыто говорим, потому что информация уже представлена в средствах массовой информации. Просто, может быть, не так детально, но, в всяком случае, она уже говорит о том назначении нашей водной лутки и для чего она была создана. То есть, в 2007 году, когда проект уже был практически на выходе, создание вот этой интересной, уникальной, единственной тогда в мире подводной лодкой, да и сейчас она, в принципе, единственная водная дизельная лодка, самая большая в мире, эксперименальный стенд для создания нового вида было оружия сделан. И один из авторов, то есть, руководитель морского научного комитета, контор Мирала Сидоренко, тогда и предложил назвать нашу лодку, ну, нашу будущую, наш будущий корабль Буки-90 именно Сарова. Конечно, это связано с тем, что мы с 1949 года связаны с историей военовского флота. Если бы не наши ученые КБ-11, то еще неизвестно вообще, какие бы мы, наверное, торпеды в том числе и носили. И если бы не они, неизвестно, как бы проходили первые испытания, ну, то есть, вообще, был бы создан полигон «Новая земля» для испытания первой торпеды Т-5, ну, там очень покажет. И именно из этих испытаний была создана новая конструкция подводка К-3, и это первая наша подводная лодка атомная в 2008 году, которая дала охоту атомным реакторам в первый раз. И флот пошел развиваться по этому пути. Если бы не наши ученые, еще неизвестно, какое бы мы оружие и какой бы, наверное, величины мы носили. И с тех пор наш город, наш федеральный центр, ну, я думаю, что ни на секунду не терялся в связи с военностовым флотом. И это название, которое впервые было дано подводному кораблю, наверное, это соответствовало. И сегодня мы должны гордиться на то, что вот наш экипаж, во-первых, он не просто носил имя города Сарова, он и он его заслужил, даже с воей службы, выполнением специальных государственных задач. То есть они более 10 лет испытывали новый вид оружия и на этом базе, то есть на их труде, в том числе боевых возможностей, и был засознан новый беспилотный аппарат, который сейчас называется «Посейдон». О том, что наш глава нашей страны Владимир Владимирович вещал на весь мир, говоря о том, что у нас разработано уникальное подводное оружие. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Сегодня у нас в гостях был председатель общественной организации ветеранов МФ города Сарова имени Федора Федоровича Ушакова, Сергей Аковлевич. Сергей Михайлович, большое вам спасибо, что согласились прийти. Удачи в поездке. Всего хорошего. Спасибо. Еще раз пользуюсь в моментах. Поздравляю всех с вступающим днем военно-морского флота. И, конечно, всем желаю крепкого флотского здоровья, семь футов под килем, ну и держать правильный курс.